Когда мы считаем как аналитики устойчивость индустрии, мы всегда еще говорим о том, что это производство должно быть эффективно не только на уровне региона или на уровне страны, а еще на мировом уровне. Вот сейчас из-за рубля, из-за локального производства зерна и прочих вещей мы одни из самых эффективных производителей мяса в мире. Поэтому вот этот сегмент устойчив. Мы одни из самых эффективных производителей зерна в мире. Этот сегмент устойчив. Если мы будем в наших сибирских шротах выращивать огурцы и отапливать их, и освещать их какими-то мазутами, например, то, возможно, мы не будем эффективны. И когда через 3-4 года что-то изменится политически, и сюда придут дешевые турецкие огурцы, этот бизнес не устойчив в долгосрочной перспективе. Но если мы что-то такое придумаем и как-то начнем, не знаю, геотермальную энергию для этого использовать, которая делает наше производство дешевым, то да, этот бизнес, он устойчив, он будет здесь всегда. Потому что в конечном итоге мы не должны все время оглядываться на господдержку или еще на что-то, или еще на что-то. Бизнесмен должен считать и делать эффективным свой бизнес, свое производство. Сейчас мы начинаем пожинать результаты того, что было сделано последние 10 лет. Первое, что было сделано, это возвращение к самодостаточности по зерну. И Россия стала достаточно крупным экспортером зерна. Второе, вот сейчас мы, как бы на следующий год, мы выйдем на самообеспеченность по свиней и курице. Мы, наверное, никогда не будем самообеспечены по говядине, у нас просто нет для этого климатических особенностей. Мы можем делать только очень дорогую говядину, но потребитель ее не покупает. То есть у нас вот этого выпаса нет, достаточного количества световых дней. Но по свиней и курице мы выйдем на самообеспеченность. У нас есть по-прежнему история с молоком. Мы по-прежнему достаточно много импортируем молока. Но это вот опять немножко связано с темой говядины и с тем, что это такой тоже отдельный сложный бизнес. И пока вот его как-то кто-то системный и большой хорошо не научился делать. Но я думаю, что вот эти игроки, которые хорошо все сделали с курицей и свининой, они в тот или иной момент к этому молочному животноводству могут прийти. Мы видим, что вот эти большие игроки, они наращивают земельный банк. Они начинают расти такие, ну как бы, не знаю, вот, например, там три года назад они начали активно инвестировать в производство риса. Ну то есть мы, например, импортируем рис, да, ну потому что у нас тоже есть климатические особенности. Все, но вот на юге, там в Краснодарском крае, они стали восстанавливать вот эти советские технологии производства риса, и что-то у них получается. Сейчас вот новая тема, особенно в связи с вот этим турецкими историями, в связи с вот ограничением импорта из Европы, это выращивание локальных фруктов и овощей, особенно овощей, тепличных хозяйств. Сейчас более-менее, ну так уже первые как бы игроки начинают хвастаться тем, что они наконец-то наладили какой-то эталонный вариант теплицы, да, то есть они тоже там много ошибок сделали, у них что-то там не выходило, но теперь вот они уже поняли, как правильно их освещать и отапливать, чтобы это было экономически эффективно и чтобы вот они в наших условиях росли. То есть вот, например, Русагра, оно говорит даже о тепличных комплексах в Сибири под вот этим искусственным освещением и отоплением. Это какая-то, конечно, такая штука, которая здорово может изменить ситуацию вот в этом сегменте. Вот еще один график — это изменения в привычках сберегать. По всем категориям доходов, да, и те, кто больше 50 тысяч зарабатывает, и тем, кто меньше 12 тысяч, все эти люди стали сберегать меньше. Сбережение как дельта между располагаемым доходом и расходами. И вот мы видим, что в крупных городах, я думаю, еще за счет того, что изначально более высокие заработные платы были, может быть, расходы не так сильно пострадали, как пострадали доходы, потому что просто за счет сбережения вот эту часть люди пустили как бы на потребление. А если, условно говоря, в более маленьких городах они и так немного сберегали, то им приходится еще более основательно резать свои расходы. Население с более высоким уровнем дохода, они стали меньше сберегать, но их расходы не так сильно пострадали. А вот эти группы населения, которые вообще очень чувствительные, они перестали совсем сберегать, и очень сильно пострадало потребление, потому что им как бы нечего. Ну, на самом деле, наверное, с лет 2014 года вот это вот все началось, когда вот эти военные действия на Украине, начались санкции и так далее. Вот уже мы полтора года фактически живем в какой-то такой ситуации, и, честно говоря, 2016 год, ну, пока особенно у нас нет ожиданий оптимистичных по поводу 2016 года. Пока у нас нет причин быть очень довольными и видеть какие-то предпосылки к каким-то изменениям в 2016 году. Пока вот мы говорим, там, инфляция 10%, доходы в лучшем случае 3-5%, поэтому вот там 7% падения реального располагаемого дохода. Это уже 2,5 года. Да, опять же, там цены на нефть мы пока не видим, причин для укрепления, да, статистика выходит по-прежнему такая, что у нас избыток, производство растет, Иран вышел из-под санкций, поэтому у нас нет причин. И ставки отрицательные международные, то есть вот эти отрицательные ставки, они должны, по идее, поддерживать высокие цены на комодити. У нас комодити ниже плинтуса при отрицательных ставках, то есть если чуть-чуть будет что-то восстанавливаться, ставки будут расти, комодити будут на текущем уровне. То есть это очень долгосрочный цикл. Мы сейчас на, может быть, на дне, но очень долгосрочного цикла, то есть мы вот с этого дна быстро… Я бы вот как потребитель потребителю рекомендовала бы не рассчитывать на то, что это скоро закончится, то есть не надо думать, что это вот мы еще полгода потерпим, и все изменится. Лучше мы будем консервативно планировать еще там полтора, два, три года вот этих вот низких цен на нефть и из-за этого рассчитывать свои личные какие-то там траты, поведение свое покупательское, какие-то личные дела из-за этого рассчитывать и планировать, чем как-то иначе. Лучше быть консервативными.